Слава нашему Господу, дорогие братья и сестры! Мы подходим с вами к такому моменту, когда мы сегодня, в этот четверг, вот перед Пасхой, будем совершать воспоминания того события, которое произошло тогда, в этой горнице, где приготовлена была Пасха, так как Владимир Алексеевич уже прочитал вот эти события, которые происходили в этой горнице, где в этой большой, усланной горнице приготовили Пасху, приготовили этого закланного агнца, приготовили опресники, приготовили все необходимое, чтобы совершить эту Пасху по Слову Господню. Друзья, я хотел бы сказать, что вот среди израильского народа совершение Пасхи было очень святым делом, и это была необходимость очень большая, и строгая была заповедь, и кто не вкушал этой Пасхи, кто не совершал ее, друзья, то было особое такое требование, или, ну, Господь судился с такими людьми, и написано, что истребится такая душа из народа, которая пренебрежет этим, которая не будет участвовать в этом. Поэтому все из израильского народа старались тщательно исполнить это установление Божие, эту заповедь, и все приобщены, должны были приобщиться к этому. Это происходило и в жизни Господа, и Его избранных апостолов. Мы слышали даже момент, когда перед этим хлебопроломлением, перед этим пасхальным служением, Господь совершил дело любви Своей, доказал Свою любовь к апостолам, вот, и уже когда они сели после всего этого кушать Пасху, этого пасхального агнца, по заповеди произошло что-то особенное, друзья. Казалось бы, все подготовлено. И перед этим Господь в доме Симона Прокаженного, вот, когда эта женщина пришла с салавастровым сосудом мира, Он провозгласил Господь, что она, совершая это служение, помазав тело мое миром, она приготовила меня к погребению. И читал также Алексеевич, значит, в Евангелии от Луки, где Господь сказал, что очень желал прежде страдания моего я есть с вами эту Пасху. Я хотел бы обратить ваше внимание, что для Господа то, что будет впереди, было известно. Он шел не вслепую. Он понимал, что через два дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие. Это Его слова, друзья. Но при всем этом, что было, вот произошло, но один момент, который я хочу озвучить. И, значит, мы с вами прочитаем эту. С 20 стиха, 26 глава Евангелия от Матфея, с 20 стиха. И когда же настал вечер, он возлег с 12 учениками. Это уже и ноги она мыл, и все это произошло, и приготовлено все было. И когда они ели, сказал, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня. Обратите внимание на эти слова Господа Иисуса Христа, когда они возлегли, когда Господь сказал, что прежде моего страдания я желал иметь эту Пасху, кушать с вами. Он возвестил, ну, о своих страданиях, о смерти крестной своей заранее. Он знал, куда он идет, и он, возлежа на вечере, сказал, «Истинно говорю вам», 21 стих, что один из вас предаст меня. Уважаемые братья и сестры, как вы понимаете, вот при всем знании Господа пути своего, начертанного для него, он не боялся, что предатель, который был среди апостолов, он даже знал, кто предаст его, что предатель, который среди апостолов, предаст его. Он не боялся этого. Здесь не подчеркнут страх перед смертью Господа. Здесь не подчеркнуто, что он предан будет в руки первосвященников, книжников. Это не страх. Здесь, друзья, совсем другое. Он в этих словах выражает сожаление, переживание не за свое будущее, не за свою смерть, не за то, что его предадут, откроют. В жизни людей иногда бывают такие моменты, когда человек делает что-то противозаконное и бояй, и боится, чтобы не попасть под суд. И он скрывается. Есть люди, которые стараются скрыть преступление свое, и они боятся, чтобы не предали человека, чтобы он не был открыт, оглашен, чтобы предательство не послужило ему, а значит, на такое положение, чтобы быть осужденным. Господь не скрывался. Господь не боялся. Господь не боялся, что его предадут. Он даже знал это все. Он переживал за своих учеников. Он переживал за Иуду, который предаст его. Друзья, он знал, что ожидает и такого человека. Он знал, на какой шаг он ступил, этот человек. И он переживал не за себя. он переживал за этого человека. И он перед своими учениками сказал, истинно говорю вам, один из вас предаст меня. Другими словами, один из вас отпадет от меня. И когда мы читаем Деяния апостолов в первой главе, когда шел вопрос, чтобы вместо Иуды избрать другого апостола, там было так и сказано, он отпал. Вот это, уважаемые, имеет очень большое значение, потому что он был избран апостолом, но один из них отпал от Господа. А это была живая душа, и это была утрата, друзья, из числа апостолов, избранных людей, большая была утрата в сердце Господа. Я хочу сказать, дорогие, что вот это отпадение, оно предсказано было, но не запланировано. оно не запланировано, но было предсказано Господом, что так получится. И Иуда, Искариот, о котором здесь говорится, друзья, он допустил в сердце свое вот причины отпадения. Прежде всего, хочу обратить ваше внимание на то, несколько буквально минут, я немного займу, мы будем совершать хлебопреломление, он в сердце своем носил авторитет окружающего мира. Да, и будучи апостолом, он так тесно не прилепился к своему Господу, но в его сердце был авторитет священства, которое тогда правило религиозной, религиозная элита этой страны, авторитет огромный, друзья, у этих людей был среди народа, и его сердце не отлепилось от этого. И когда коснулась дела, он смело пошел к первосвященникам, он имел в сердце своем диалог и личную встречу, он сказал, я вам предам его, что вы дадите мне за него. Друзья, это говорит о том, что его сердце не отлепилось от этого мира, от этого авторитета до конца. Вы знаете, друзья, что верующие люди иногда по несколько лет христиане, но хранят иконы у себя, готовы поцеловать кресты, руки священству, они готовы в этом мире поклониться авторитету этого мира и держать в своем сердце, друзья, это очень опасно, потому что это было и в сердце Иуды. Второе я хочу сказать, друзья, что он больше любил удовольствие этого мира, этой земной жизни, нежели поношение Господа. Об Иосифе, о Моисее там сказано, что лучше пожелал страдать с народом Божиим, нежели иметь египетские сокровища. Это пример, друзья, что человеческое сердце должно было отделиться от этого. Апостолы, они призваны, безусловно, следовать за Господом, а он предсказывал не всегда о легкой жизни, и нужно было как-то оторвать свое сердце от этого. Но когда-то женщина в доме Симона прокаженного принесла дорогой сосуд и дорогой этого мира, Иоанн, в Евангелии от Иоанна написано, что именно он воспротивился и сказал, для чего такая трата? Можно было бы продать за большие деньги? Он не хватало любви к Господу, не ценил своего дорогого Спасителя, не прилепился сердцем своим к Господу, друзья, на его сердце было прилеплено к земному, к вещественному. Как написано, ищите прежде Царства Божьего, правды его, остальное приложится вам, но он был прилеплен к этому земному, вещественному. Вот, он оценивал по-земному, он оценивал это все по-своему. Это тоже послужило ему, друзья, отпадением этому человеку. И я еще назову одно лукавство, не искренность, с Богом, с Господом. Он знал, он ходил рядом, он видел чудеса, он не открыл своего сердца для его слов. И когда за столом сидели вместе с Иисусом Христом, и Господь сказал, предаст один из вас меня, ученики стали спрашивать, не я ли Господи? и такие же слова сказал и он, Иуда, и он тоже спросил, не я ли Господи? Знал ли он, что это он? Знал ли он, что он намерен, потому что уже произошла разговор, и он искал удобного случая, и при этом не я ли Господи? Лукавство! В Гефсиманском саду он вел разбойников за собою, людей, которые взяли его оттуда с этого сада, и он подошел и лукаво поцеловал Иисуса Христа. Он шел, чтобы предать его, но поцелуем, друзья. И Господь обратился к нему и сказал, друг, для чего ты пришел? Сожаление было в сердце Господа, стоя перед Пилатом, правителем, наместником Рима, и задал, тот сказал ему, ты со мной не хочешь, ты не отвечаешь мне, разве ты не знаешь, что я могу тебя отпустить и тебя, значит, распять, что я имею власть такую над тобою. И Господь сказал, ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не дано тебе было свыше, но более греха на том, который предал меня тебе. Друзья, грех был на этом человеке, грех был в его сердце, потому что он отпал. Дорогие братья и сестры, наше сердце должно быть крепко прилеплено к нашему дорогому Спасителю, чтобы верность была сильной, чтобы наше сердце было соединено с Господом. Да, сегодня еще время обстоятельства такие оспокойные, хорошие, но впереди, друзья, христианская история пройдет через огонь, через пламя, через глубокие скорби, вот, которые предсказаны Священным Писанием, и испытается вера наша, друзья, испытается наша искренность перед Богом, испытается наши переживания глубокие, сердечные, все это придется пройти, и человек может способен отпасть, и если он не в правильном отношении с Господом, друзья, пусть Бог благословит, чтобы наше участие сегодня, или воспоминание смерти, было для славы Божьей нам в жизнь, но не в осуждении, благослови вас, Господи, искренностью с Богом, где бы вы ни были, чтобы лукавство не проникло в наше сердце, чтобы оно не имело там места, вот, чтобы нам не иметь с миром такого тесного контакта, чтобы нам не пользоваться, как бы, не носить в сердце авторитет этого мира, и людей, которые имеют власть в этом мире, друзья, чтобы нам действительно, как верующим людям глядеть трезвыми глазами на то, что будет происходить в нашей жизни. Давайте на минутку поднимемся на наши ноги. Перед хлебопроломлением мы помолимся, дорогой наш Господь, мы желаем вместе с Тобою сегодня мысленно, чувственно, Господи Божий, побыть в этой горнице, где собрались апостолы, где они имели вечерю эту последний раз со своим дорогим Господом и Учителем Господь. Ты нас призвал также, мы ученики Твои, Господь, а мы призваны, чтобы быть с Тобою и в жизни на этой земле, и у вечности в небесах. Благослови весь ход этого служения, Господь. Благослови мы молим и просим наше участие, чтобы оно было искренним, чистосердечным, с любовью к Тебе, Господь, чтобы оно не было разделено какими-то ненужными переживаниями, чтобы не стояла стена между нами и между Тобою, Господь. Мы просим у Тебя помощи, милости, заботы отцовской Твоей. Благослови весь народ чистосердечием и трепетом и благоговением, Господи, перед Тобою. Господи, благослови братьев, служителей, которые возьмут свои руки и хлеб, и эти сосуды с вином, чтобы предлицо Твое представить и затем народу преподать. Господи, Твоя рука да будет над народом Твоим во славу имени Твоего Святого. Помоги нам ценить всем этим, зная, что за этим Ты стоишь, Господь, и заповедь Твоя святая. Благословение Твое да почиет на каждом сердце, чтобы нам исполнить волю Твою, Господь, с верою и благоговением. Молимся во имя Отца, Сына и Духа Святого. Амин. Амин.